поначалу я расскажу о том о чем я планировала то есть расскажу как делать инфографики во флориши и как делать тесты в плейбазе но для начала я думаю стоит узнать у вас если тут ребята которые уже делают инфографики и понимает целом что из себя представляет медийная журналистика пожалуйста ответьте в чате чтобы я понимала какой уровень у слушателей а пока что я запущу презентацию и немножко веду вас теорию потому что так сказать без теории немного будет сложно вот пока что отвечаете мне в чате а я начну демонстрировать экран скажите пожалуйста видно ли мой экран видно видно да ну отлично тогда я возможно когда вы пошарите экран полностью у вас не будет виден чат если что я могу вам зачитывать вопросы если хотите спасибо я потому что не вижу чат и немножко этот сложности скажите пожалуйста там кто-нибудь ответил же он поставил плюсик да неярно писал не пробовал окей но тогда сейчас я ввиду в курс дела целом план моей презентации состоит из того что я объясню что из себя представляет визуализация затем расскажу о типах визуализации правила хорошей визуализации и о том где брать данные потом вас ожидает небольшой практику по флорише сейчас я работаю над материалом о правах журналистов и поэтому тест и инфографики будут посвящены именно правам журналистов потом я объясню вам зачем тесты в статьях почему вообще их стоит включать как сформулировать вопросы для теста а также расскажу о приложении для создания теста и веду практику play базе то есть такого рода у нас будет урок сегодняшний так немножко теории целом визуализации данных это наглядное представление массивов различной информации то есть вместо того чтобы представлять информацию текстом да то лучше всего представить через визуализацию через определенный график либо диаграмму на примере этой картинки то есть мы видим через кружочки можем понять целом динамику и проследить какую-то тенденцию зачем вообще визуализировать информацию информацию визуализируют для того чтобы четко и доступно донести информацию до читателя то есть это не дело для того чтобы представить информацию просто так это надо предоставить так чтобы ваш читатель увидев ваши графики диаграмму сразу же понял о чем идет речь то есть это облегчить данные при чтении вашей статьи и третий факт зачем вообще стоит визуализировать информацию для того чтобы увидеть закономерность и историю данных например дата журналистика что из себя представляет дата журналистика это то когда журналист в данных большом массиве информации видит какую-то интересную тенденцию и посредством этих данных рассказывает историю то есть под большим массивом информации скрывается определенная история и задача журналиста увидеть эту историю и преподнести очень просто и легко для своей аудитории для своего читателя и теперь давайте остановимся а правило хорошие инфографики и потом про посредстве практикума я буду это уже укреплять закреплять информацию в целом демонстрировать почему это работает во первых нужно определиться с типом графика и форматом визуализации для подачи той или иной информации то есть вы не можете например подсказать просто взяв любую диаграмму просто закинув туда данные и считать что ваш инфографик он хорош на самом деле нет для этого надо постараться и определить под каким ракурсом под каким углом стоит преподносить информацию затем очень важным правилом является то что располагать данные необходимо в логическом порядке то есть от большего к меньшему либо от меньшего большего это все имеет значение также дизайн не должен препятствовать пониманию то есть не обязательно делать это все красиво не обязательно думать о том что чем больше светов тем лучше графика на самом же деле когда вы оформляете тот или иной график ту или иную диаграмму необходимо понимать что самое главное это ясность простота и минимализм то есть вот эти вот правила надо себе выписать заполнить и всегда следовать при какой-нибудь визуализации следующее очень важно не забывать о том что ваша диаграмма она должна быть полезная и показывать соотношение между данными и также у диаграммы в обязательном порядке должна быть должно быть название и полная легенда то есть не так чтобы просто состоял график и читатель не понимал что за графики и почему он вообще сформулирован то есть надо обозначить придумать заголовок после которых будет понятно что хотел читать это что хотел автор передать если говорить также о правилах то на диаграмме должны быть все необходимые элементы то есть не стоит включать ненужные линии сетки вот вы можете на кадре увидеть что лишние знаки после запятого подписи данных они не должны быть также не должны быть лишние символы в дате это кажется что очень мелкие незначительные факты но они очень сильно влияет на оформление вашего материала и вашей диаграммы поэтому об этом не стоит никогда забывать следующий момент у диаграммы должна быть название должно быть название легенда как я говорила выше то есть нужно понимать что обозначает ось x что обозначает ось y также понятны должны быть все единицы измерения то есть невозможно просто поставить цифры и не указать что обозначает та или иная цифра и какой единицы измерения обозначать допустим есть большая разница между тысячами и миллионами и эти все моменты их надо прописывать и указывать и в обязательном порядке необходимо указывать источники данных для того чтобы ваш читатель мог следующим то есть мог увидев вашу статью сразу же пройтись по ссылке и увидеть откуда вы взяли эти данные чтобы у него не вызывало много вопросов и ша статья она не казалась какой-то сомнительный поэтому для этого всего необходимо прописывать указать все эти данные теперь смотрите откуда же брать данные разберемся на моей статье которую я делаю у меня статья посвящена журналистов то есть если коротко то права журналистов и уголовные дела которые формулированы в адрес журналистов допустим за клевету либо за другие иные уголовные статьи и для того чтобы понять тенденцию как заводится то или иное уголовное дело и в каком количестве уголовное дело было заведено в адрес журналистов по статье клевета для этого я захожу на международный сайт который занимается правами журналистов казахстане это одессы для этого я вбиваю в поисковик нахожу этот сайт секунду немножко все в замедленном действие происходит почему-то а вот все я в закладках делала смотрите вот у нас есть международный фонд защиты свободы слова который как раз таки занимается делами которые заведены в адрес журналистов и для того чтобы найти эти данные зайти в такие вот подзаголовок как нарушения и здесь мы видим все отчеты все мониторинги который провел фонд адрес с 2009 по 2020 год гуля мы можем скачать эти монитор мы видим презентацию мы не видим сайт сейчас секунду тогда где вот шер скрин там нужно поменять на сайт вам потому что я поняла извините пожалуйста вот смотрите теперь видно здесь мы видим сайт международный фонд защиты свободы слова адельсес и мы можем скачать данные которые позволят вам целом будущем но делать материал на основе данных и на основе цифр которая не предоставляет и если вниз спуститься например они они предоставляют данные с 2009 года по 2020 год и мы скачиваем данные за декабрь месяц сейчас будет продемонстрирована их отчет мониторинг и смотрите вот мониторинг мы его скачиваем чтобы посмотреть какие данные они предоставляют потому что это единственная организация которая занимается именно изучением нарушение свободы слова в казахстане и поэтому на них можно ссылаться и можно им доверять потому что они работают прям делами которые касаются прав журналистов так вот например мы видим что убийств в адрес журналистов было два воспрепятствия закона профессиональной деятельности 6 и другие дела и статьи но меня например интересует именно все уголовные дела которые были возбуждены по статье клевета для этого я вручную к сожалению фонд не предоставляет данные прям отдельно по клевете поэтому мне необходимо было прям вручную найти все эти дела которые были заведены в адрес в адрес журналистов по статье клевета с 2009 по 2020 год и чтобы не задерживать время я вам сейчас покажу сразу как я их сформулировала и выявила вы надеюсь поняли откуда вообще идет эта информация откуда я ее взяла смотрите теперь это все сформулировала в отдельном документе и обозвала вот клевета с 2012 по 2019 год у меня все дела и количество дел заведенных по клевете и 2 статья которая меня интересует это претензии иски о защите чести достоинства и деловой репутации также я взяла этот же период с 2012 года по 2019 год и отдельно сформулировала группу но сегодня инфографику я буду делать на примере конечно клеветы потому что целом если вы поймете как делать одну инфографику вы сделайте вторую графику сейчас сразу перейдем уже программе flourish теперь я хочу показать вам что за программа flourish и уже на примере flourish и показать как я сделала допустим вот этот вот график вот видите заранее уже сделанный график по количеству обвинений за клевету в адрес журналистов для начала если вы сейчас параллельно это все делаете то я рекомендую открыть вам программу flourish она у нас бесплатная который позволяет делать графики совершенно бесплатно например до этого я хотела вам показать программу другую инфограм она очень проста в использовании но инфограмм ввел новую политику и теперь сделать графики не удается бесплатно то есть там есть есть возможность сделать пять или три графика остальные графики стоит платить итак мы открыли программу flourish и вводим новую визуализацию для того чтобы вообще целом зайти во flourish вам надо зарегистрироваться давайте я сразу вам буду показывать пошаговый шаг чтобы вы улавливали и понимали вообще как это происходит вот смотрите flourish а здесь вопрос лучше бесплатный флориш бесплатный например в отличие от инфограмма флориш позволяет делать очень много функций бесплатно в инфографии инфограмме это только пять либо десять графиков даются вам бесплатно при этом за другие функции как например карты за то что включить туда картинку за это все надо приходится доплачивать и там есть определенные пакеты которые включают себя эти услуги и при этом это достаточно дороже и не совсем комфортно а во flourish это все делается бесплатно поэтому я рекомендую разобраться в нем и использовать его будущем вот смотрите вы зашли во flourish делаете старт то есть вот видите get start for free ну то есть начинаете бесплатно и мы видим вот это вот все графики которые я сама делала ну сейчас я буду вам показывать совершенно новый график для этого надо сделать не у визуализе и же теперь смотрите флориш предоставляет вам возможность выбора любого графика то есть я же заранее вам говорила о том что перед тем как начать делать графики вы должны понимать примерно как он будет выглядеть но это не критически то есть вы можете в принципе сейчас взять любой график например я возьму графику вот этот просто для примера потому что если работы над инфографиком у вас есть возможность поменять его теперь здесь есть такая функция когда-то именно сюда вы должны вбить свои данные то есть вы можете взять вот это полностью это взять и просто удалить потому что эти данные вам будут и нужны и потом здесь есть такая возможность как загрузить свои данные я заранее уже приготовила данные вот и поэтому я беру и гружу но можно сделать вручную то есть вы можете просто например с форда скопировать определенные данные и просто вставить не обязательно делать это через excel смотрите вы вот загрузили свои данные теперь вы должны посмотреть на чтобы они были правильно расположены если мы обратим внимание здесь есть сразу демонстрация экрана и мы можем сделать превью и увидеть целом как уже выглядит график и насколько он подходит целом такой вид диаграммы он подходит для демонстрации именно моих данных касаемо клеветы но в то же время вы например если будете менять вот этот вот оформление да то она будет тоже вот эти графики меняться то есть в этом есть взаимосвязь и когда если вдруг у вас не сразу сложился график то возможно проблема в том что они расположены вертикально а надо было горизонтально то есть во время практики вы это все будете понимать и будете делать теперь обязательными такими пунктами являются вот эти вот графики то есть вот эти подпункты которые будут то есть когда вы выбираете определенную визуализацию то вам надо поставить например здесь by и таким образом на графике вы увидите что те данные которые находятся под группе b и они будут отражены на этой картинке какие то есть вы загрузили свои данные теперь переходим к моментам оформления здесь вот чар тайп вы можете выбрать типы графиков для того чтобы выбрать для себя самый подходящий например есть тип line chart это такая линия это тот как раз таки тип тип под тип которые я сделала ранее свой график но я хочу показать вам другие типы диаграмм чтобы вы понимали какие вообще графики могут быть например есть такой график вы можете также сделать график такого типа который только что был потом бар чарт такого формата это конечно выглядит неплохо да но когда читатель будет смотреть на этот график то ему придется немножко задуматься ему придется посмотреть то есть визуально не сразу понятно в каком году например уголовных дел по статье клевета было больше мы понимаем что мы делаем статью именно в для нашего читателя поэтому надо выбирать то что будет понятно с первого же разу поэтому такой график не совсем подходит например есть график пичард тоже выглядит вроде неплохо симпатично но такой график подходит для тех данных где надо показать например процентность от 100 если бы например это были не дела по клевете а например показать представленные женщин политики и мужчин политики то тогда такой график был бы уместен но в нашем случае он просто не подходит поэтому мы ни в коем случае не будем его брать и возьмем мы именно график который покажет как будет лучше сейчас еще другие графики вам подход подокажу вот такого формата график тоже вместе ну то есть мы видим что в 2012 году уголовных дел по статье клевета было 16 а вот резкий скачок произошел например 2017 году до шестидесяти то есть сразу видно через график почему-то происходит и с чем это связано и так если вдруг есть вопросы мы пока пишите бегаем не может озвучить параллельно а пока я буду дальше рассказывать и показывать как это происходит и делается сейчас я выберу все-таки график на котором остановлюсь и мы продолжим дальше делать я остановлюсь на вот этом графике потому что он наиболее понятен и теперь перейдем к функции как замена светов то есть вы можете сделать график одного света пример если выберите вот разные палетки у вас есть и вы можете менять цвета видите он стал фиолетовым таким образом он стал зеленым потом есть возможность например если бы например у вас был график сейчас я вам опять вернусь обратно и покажу в чем разница если например это был бы пар чарт и вы бы выбрали by row да то таким образом вы могли бы менять полностью световую гамму всех вот этих вот полосок либо выбрали световую гамму одного цвета то есть чтобы понимали в чем разница потому что на том графике который я выбрала там не совсем можно показать вот эту вот закономерность и не совсем понятно почему в целом так происходит итак мы остановились на этом типе графики и я выберу свет давайте ну вообще разницы нет пусть будет фиолетовый следующий момент вообще не рекомендую когда вы начнете работать над этими графиками то просто посвятить время и потыкать все вот эти вот функции и таким образом вы поймете что в целом меняется и что стоит менять изменять и что позволяет флориш делать своим графиком так будет наиболее понятно вот так перейдем дальше следующий момент который стоит взять во внимание сейчас я уберу чтобы это все не мешалось мне вот например тут вы можете менять высоту менять ширину но это все позволяет но я не буду это делать потому что меня все устраивает то что есть теперь например вы можете включить такое то есть видели же в этом графике я писала количество обвинений и можно включить например если вы активируете вот эту функцию то таким образом у вас сразу будет на графике отражена надпись что обозначает а или иная линия но я ее не буду включать потому что как по мне она немножко мешает как я ранее говорила в графике самое главное это простота и сдержанность поэтому перегружать графики лишней информации не стоит давайте теперь перейдем к следующим функции я сейчас хочу сориентироваться теперь у нас есть ось x это нижняя ось x который показывает года и ось y она показывает как раз таки количество заведенных дел и очень важно чтобы они были правильно расположены ну то есть y сверху x снизу и чтобы не было путаницы и здесь например когда флориш предлагает функцию x то мы можем регулировать это например сделать это чуточку шире либо сделать это чуточку уже вот смотрите если мы нажимаем на вот эту функцию флот то наши года они поднялись выше то есть это такие вот визуальные моменты они не так важны да но в целом это все на любителя если вы хотите добавить свою изюминку либо сделать что-то уникального того можете вот это все менять и пробовать разные форматы я оставлю достаточно классические варианты и пусть будет так как это есть и вот например если говорить о функции y то тут тоже вот например вы можете включить такие вот сеточку который будет тоже отражать в нашем графике она неуместна но если это будет другого формата данные то в принципе их можно оставить ну опять таки я это уберу потому что в нашем случае от этого ничего не меняется теперь смотрите ну опять таки тоже такие мелкие функции которые не особо меняют погоду поэтому можно этого не менять самое главное в целом здесь обязательно проставить заголовок вашего графика чтобы проставить заголовок вашего графика это будет предпоследний пункт хидор и где вы должны написать вот например что это из себя представляет в нашем случае это количество то есть вот смотрите вы начинаете пишет писать количество сейчас количество обвинений количество обвинений журналистам за клевету ну это знаете это такой рабочий заголовок но его можно поменять я хочу просто показать как это делается чтобы понимали таким образом мы поставили вот название вот этого заголовка и теперь например у нас есть возможность написать под заголовок но опять таки можно просто написать 2019 2019 и 2012 год но это я пишу просто чтобы показать но из-за того что эти данные уже в принципе понятны с какого по какой период это идет то об этом можно и не писать итак теперь обязательным условием является указать источники а также авторство вашей инфографики например источник вот здесь вот south name здесь мы пишем источник и прописываем откуда вы взяли эти данные эти данные мы взяли с международного фонда фонда за свободу слова я так напишу тоже не буду менять на казахскую клавиатуру адельсес и здесь обязательно надо проставить ссылку зачем мы вообще ставим ссылку для того чтобы зритель читатель он мог пройтись по данным и посмотреть откуда были взяты данные что это вообще таким образом мы берем эту ссылку сейчас секунду мне немножко пропало таким образом таким образом секунду таким образом так где мы здесь писали вот смотрите здесь вот проставить источник рабочую ссылку вот мы включаем и теперь у нас сразу здесь внизу образовалось то что например источник международный фонд за свободу слова международный фонд за свободу слова адельсес следующий момент который необходимо написать и ни в коем случае нельзя забыть это проставить авторство допустим автор и вы пишите кто сделал эту графику например Раиса Зульфия и издание на котором оно будет опубликовано Кабаразия то есть таким образом мы видим что в целом наша статья то есть наш график он готов вот для того чтобы увидеть как это будет выглядеть мы должны выбрать функцию как паблиш то есть мы вот вводим функцию как паблиш тут есть ссылка сейчас грузится есть ссылка и мы видим вот этот вот график который у нас получился заголовок у нас имеется под заголовок он необязателен но я хотела показать что он есть затем вот если нажимать на эту линию у нас погодично вылазят все дела и все данные которые у нас имеются и таким образом у нас происходит то есть визуальность извиняюсь визуальность этого инфографика следующий момент если нажмем на источник то мы видим вот видите адресос мониторинг и авторство ну то есть по всем правилам хорошей инфографики наша диаграмма она выглядит достаточно хорошо в плане того что и цвета подобраны красиво и сдержанно кстати я забыла о таком моменте вам рассказать о том что во первых для того чтобы внедрить этот график сайт его внедряет по вот этому в коду то есть вы копируете этот код и вставляете свою рабочую учетку ну то есть своего сайта и теперь есть такой еще бонус от флориша который позволяет заменить вот этот вот фон туда можно установить какую-то картинку то есть это такие вот функции для креативности если кому-то интересно например тут также можно добавить анимации но в этом графике это не совсем уместно поэтому опять таки попрошу всех когда вы приступите к работе попробовать посмотреть все функции которые позволяет флориш и выбрать для себя то что будет вам интересно и использовать своих графика в дальнейшем итак пока вы можете задавать мне вопросы касаемо флориша я начну вам уже рассказывать про тест пока вопросов нет коллеги вы можете написать вопросы в чат или есть возможность поднять руку ну или в целом можете просто включить микрофон и задать его вслух вот все я пока начну так тут кажется вопрос туда пошли да вопрос приложение экспортирует данные только на сайт приложение экспортирует данные только на сайт не совсем поняла ваш вопрос ну то есть смотрите да видеоурок будет сохранено сейчас насчет экспортации данных они будут знаете как то есть вы включаете эти данные и таким образом то есть вы включили данные у вас график появился и можно будет сейчас давайте я покажу это сори да данные они не только на сайт то есть вы можете со своим графиком но со своей визуализацией поделиться также в соцсетях ну то есть там вот функция это есть также можете без кода вставлять вот эту ссылку туда куда вам необходимо теперь был вопрос насчет того как показать картинку да ну сейчас секунду я вам покажу демонстрацию экрана сделаю сейчас сейчас секунду демонстрации экрана теперь я покажу вам как делать картинку сейчас секунду так все я извиняюсь тут просто много окон и я немножко запуталась из-за этого а так все нормально сейчас теперь вы попросили показать как можно поменять фон да правильно сейчас секунду сейчас я найду эту функцию очень много всякого очень много всякого ненужного что не мешает сейчас вот смотрите здесь есть лайот вот смотрите видите теперь тут есть возможность имейдж есть офф и он если вы нажимаете он то у вас всплывает такое вот такое окошко которое позволяет вам загрузить фотографию например вот вы нажали на это окошко и здесь ну я сейчас для примера возьму любую фотку например сейчас секунду какая картинка чтобы вебинар у меня здесь есть пару картинок ну вот газеты например и видите как меняется ну как вы понимаете чтобы подобрать фотографию надо все-таки обращать внимание на то насколько она будет уместно давайте например выберем более нейтральную такую картинку которые хотя бы относительно более-менее лучше покажет ну вот кукуруза я знаю что это не по теме но выглядит это примерно так вот и таким образом мы меняем фон но надо очень тщательно к этому подходить чтобы не было так что вот как вы видите здесь в итоге ничего практически не видно поэтому я выбираю без картинки чтобы это было сдержано и было понятно что в целом также вы можете поменять например расположение заголовок сделать снизу но это не есть хорошо потому что таким образом это не совсем по правилам оформлено ну вот просто я хочу показать что позволяет флориш делать и менять также например вот я надеюсь что я ответила на ваш вопрос спасибо там были еще вопросы следующий вот тоже вопрос по поводу экспорта это предложение можно ли данные сохранять в excel а все поняла можно импортировать данные можно только из excel все я теперь поняла у вас вопрос извините что я до этого не совсем правильно ответила конечно можно смотрите сейчас я вам опять таки покажу на практике смотрите демонстрация экрана например возьмем вот данные я вот в орде уже делала сейчас секунду сейчас наш инфографик он наверное пропадет ну вот дата да например берете вот взяли вот так все я вот взяла и удалила и до этого я просто с ворда скопировала данные и просто вставила то есть вы можете с любого документа скопировать данные и просто вставить ваш график то есть будущий ваш график и все не обязательно использовать это с excel не обязательно ну то есть вы можете без excel брать необходимые данные включать их в эту программу то есть это не критически важно я ответила на ваш вопрос теперь перейдем программе которая носит название плейбас но для этого теоретически я хочу вам рассказать о том зачем делать тесты в целом так вернемся к презентации секунду пика им подскажите пожалуйста видно ли презентацию не видно пока нет сейчас так сейчас секунду вот смотрите перейдем к тестам но вы можете дальше в принципе писать вопросы я потом на них отвечу тоже секунду смотрите смотрите зачем делать тесты в статьях для того чтобы вы поняли вообще что из себя представляет тесты и зачем не делать сейчас я вам быстренько расскажу их делать чтобы повысить виральность материала что из себя представляет виральность ну то есть для того чтобы читатель больше времени провел на сайте на вашей статье то есть во многих сайтах на многих редакциях есть такая функция которая определяет сколько минут читалась та или иная статья и хорошо тогда когда ваш читатель он задерживается и он углубленно читает это не просто прочитал заголовок например прочитал вид и больше не для этого надо настраивать взаим ну то есть взаимосвязь между читателями и поэтому вводят такие всякие мультимедийные фишки как например инфографики в том числе и тесты второй момент чтобы привлечь внимание читателя и вызвать у него эмоции например не обязательно делать тесты какие-то сложные логические можно пошутить можно как-то через мемы можно через юмор подать ту или иную информацию и сделать так чтобы у читателя появилась возможность и появился интерес поделиться вашим тестом и таким образом вы привлечете к своему материалу других читателей ну то есть например как вариант читатель прошел тест и вы написали о том что этот тест проходит только 3% но это не манипуляция конечно но если вы найдете и сделаете такой тест который сложно пройти другим и они подумают ого 30% только прошло и мне захочется тоже пройти узнать смогу ли я пройти или нет и таким образом они будут делиться и говорить об этом и другие захотят тоже сделать для себя вызов и будут проходить эти тесты третий момент как я говорила выше проверить насколько внимательно вас читают ну то есть вы можете обратить внимание что например у вас 10 вопросов и из 10 вопросов ответили читатели только на 3 или 4 вопроса например это говорит о том что тест сформулирован не совсем интересно из-за чего читатели они начали покидать вашу страничку и не стали продолжать проходить тест и последний момент это подать заезженную тему не банально ну серьезно очень много статей написано на ту или иную тему например если говорить например в политических новостях да то проще всего сделать это например с юмором подать и таким образом вы проявите свою креативность и ваш материал не будет таким банальным как выглядит изначально а теперь давайте остановимся на том как придумать вопросы для того чтобы придумать вопросы необходимо для начала определить тему на которую вы будете делать тест например моем случае сегодня я буду вам говорить опять-таки о правах журналистов и делать тест который посвящен именно этому затем надо понять зачем ты это делаешь я например делаю это для того чтобы простой читатель не журналист понял как приходится журналистам например работать в условиях которые предлагает в настоящее время то есть насколько у нас развита свобода слова и с какими трудностями приходится сталкиваться журналистом то есть это моя основная цель третье выбрать подачу форму подачи в моем случае я выбрала форму подачи это было или не было ну то есть своего рода такая игра потому что не совсем будет интересно отвечать на какие-то исторические вопросы не журналисту а журналистике поэтому лучше всего когда человек просто подумать интересно так было или не было и будет отвечать на вопросы и четвертое добавить креатива то есть сейчас в процессе работы над тестом вы увидите как будет добавляться креатив и в целом как это происходит переходим к плейбазу приложение которое позволяет делать тесты носит название плейбаз сейчас я вам сделаю демонстрацию крана и покажу пока вы можете писать вопросы вот все возвращаем так плейбаз смотрите есть такое предложение плейбаз сейчас я вам найду google для начала и будем потом я вам расскажу о других приложениях которые у нас есть и через которые можно делать но я например делаю в плейбазе и как пример могу показать вот такой вот тест я тоже делаю его для кабарыжа о том как правильно читать новости можно быстренько есть вопрос плейбаз это платное приложение плейбаз смотрите там есть некоторые функции которые позволяют делать бесплатно но есть и другие функции которые все-таки платные то есть я сейчас покажу о том что позволяет плейбаз делать бесплатно и в целом мне кажется этого достаточно для материала необязательно покупать что-то и можно воспользоваться тем что предоставляется бесплатно ну вот смотрите как пример вот такого тест мы делали в рамках проекта капоразия о том как правильно читать новости и таким образом мы хотели проверить медиаграмотность наших читателей вот смотрите мы придумали разные истории читатель должен был понять как бы он поступил в той или иной ситуации ну вот нажимаешь можно даже заранее увидеть сколько процентов человек ответила на тот вариант ответа ну вот и здесь и вот если мы обратим внимание например на второй вопрос ответила 229 голосов было а здесь уже 117 ну то есть возможно уже после второго вопроса читателям стало неинтересно и не ушли здесь стало уже 114 голосов здесь 109 ну то есть уже понятно что не все читатели проходят тесты до конца итак переходим смотрите есть у нас плейбаз сейчас сейчас я уберу тут ненужные и мы начинаем нажимаем сюда и начинаем новый проект а тут еще уточнение получается его можно устраивать в веб-сайт издания да да смотрите что сейчас секунду сейчас по почте мы заходим сейчас секунду я включу что например инфографики и что тесты они позволяют встраивать выработанный материал по коду то есть в каждой учетке есть возможность строить тот или иной материал только выбрав код то есть сейчас когда я оформлю этот материал я вам покажу что за код и как он вставляется у меня сейчас нет возможности зайти в редакцию и показать как это работает но в целом там алгоритм очень понятен смотрите мы вот выбрали плейбаз и начинаем и здесь есть такие функции вы можете сделать карточки как это будет выглядеть карточка например я просто буду сейчас рандомно показывать чтобы вы видели в целом какие функции предлагает и как можно подавать материал например мы выбрали вот картинку просто как пример сюда например вставили какой-то там текст просто там журналисты например журналисты да и таким образом вот у нас получается такое вот небольшое слайд-шоу и здесь например вы что-то там опять прописывайте я просто сейчас я буду нормально делать тест а этот я хочу просто показать что это за это с карточками ну смотрите если бы например здесь был бы вопрос кто такие журналисты да например кто такие журналисты просто вопрос и вы его так нажимаете на вот эту штучку ну вот на клик сейчас вот например кто такие журналисты нажимаете на этот клик и получаете там например объяснение кто такие журналисты например журналисты это люди которые занимаются там медиа ну просто как пример теперь давайте перейдем к тому что я реально буду делать так секунду вот смотрите я хочу делать это как тест и буду делать по такому примеру заранее у меня уже готовы вопросы для своего будущего теста поэтому я буду брать эти готовые уже заготовки и показывать вам смотрите там есть такая функция как написать заголовок да вот здесь добавить заголовок мы можем выбрать любую картинку которая вам интересно загрузить ее сюда вот например я загружаю вот опять картинку посвященную журналистам добавляю сюда заголовок викторина было или не было и вожу описание то есть я своему читателю предлагаю сыграть в игру было или не было чтобы понимать за что получают журналисты иски в суд и как им приходится отстаивать свои права и по какому принципу сформулирована моя игра потому что я вручную изучила все мониторинг от адельсо за 10 лет и изучила все дела которые были адресованы в адрес журналистов например там был случай ну как вот давайте вот поговорим сейчас я хочу у вас спросить что вы думаете по такому поводу как например журналистов осудили за критику кукурузы как вы думаете такое возможно чтобы журналистов осудили за критику кукурузы скажите мне пожалуйста как вы думаете такое было или не было скорее нет пишут нет так вот нет не было такое было случай произошел у нас в Усть-Каменогорске это было связано с тем что журналистка написала статью о том как во время эпидемиологической экспертизы была обнаружена модифицированные организмы шести пробах пищевых продуктов в том числе и кукурузе сладкой бандюэль а также в кукурузе корада из-за чего директоры этих организаций они обратились до судебной претензии газету мой город и сказали о том что они собираются на них подавать суд вот такого формата дела происходит у журналистов таким образом тут есть title мы можем здесь прописать наш вопрос то есть в моем случае это будут не совсем это будут ситуации на которые я читателям своим предлагаю ответы вот здесь сори я не там написала вот тут вот надо прописать свой вопрос например некоторую редакцию мы вызвали суд и здесь прописываем что такое такое происходило это было во-первых и редакция гульджан орг узнали о суде после суда если коротко и понятно вам объяснить то что их вызвали в суд и во время этого суда они в целом поняли оказывается суд заведен против их и они являются ответчиками из-за чего и почему это произошло им никто не объяснил вот такие вот дела происходят в адрес журналистов и теперь смотрите картинка у нас поменялась и мы предложили нашему читателю два варианта было или не было и здесь где конект энд карт мы должны выбрать например если это было и тут есть объяснение было и идет когда было и что это было и если это не было то мы тоже отмечаем что это было и отмечаем когда и что это было сейчас я сделаю несколько тестов и потом уже вы увидите что из этого получится мы опять выбираем этот вариант и формулируем на новый тест давайте сейчас я вам еще вопрос такой интересный задам как например как вы думаете возможно ли так что журналист направил запрос в августе а получил ответ в декабре пожалуйста ответьте пока я буду включать его в наш тест как думаете такое возможно что ответ получат только в декабре это спустя три месяца хотя по законодательству журналисты должны ответить в течение семи дней если я не ошибаюсь все говорят что вполне возможно да думаете что так возможно или человеку уже говорят что да вполне возможно ну вот смотрите теперь я сейчас вы сейчас вообще будете в шоке от того по какому делу вообще ладно если бы это был какой-то политический запрос например то тогда понятно почему так тянули с вопросом но в этой ситуации это было действительно и это касалось того что в редакцию газеты мой город зверянск обратились читатели жалобой на громкую музыку с увеселительного заведения ну то есть рядом было кафе где очень громко играла музыка и читатели пожаловались на это соответственно журналисты отправили запрос ну хотели узнать почему так происходит и с чем это связано в итоге мы ответили в декабре когда это было вообще уже не актуально во-первых а во вторых им ответили на гос языке ну то есть на казахском языке журналист который направлял этот запрос он не владеет этим языком то есть запрос был отправлен на русском языке а ответ получили они на казахском и это не совсем то есть профессионально и не должно было так то есть это своего рода тоже определенное ущемление в плане доступа к информации теперь делаем третий тест то есть вы уже поняли наверное алгоритм как это делается но я сейчас еще после третьего теста покажу другие форматы и дизайны теста сейчас еще давайте очень интересный вопрос задам как вы думаете возможно ли так что новый интернет проект был заблокирован спустя 22 дней существования ну то есть возможно ли так что сайт только открыли а его уже заблокировали как вы думаете это все происходит в казахстане а тут еще было уточнение от макпал по поводу вот предыдущего вопроса 15 дней по закону да или нет время ожидания то есть вы насчет этого да я думаю так это он был вопрос да это к этому вопрос сейчас внесли определенные поправки законодательства сми и поэтому я могу ошибаться то есть это лучше бы уточнить но насколько я помню там до 2 до 2 недель должны ответить и поэтому сам факт то что информация предоставили спустя 4 месяца это уже ненормально и и должны там в лучшем случае предоставить течение двух недель вот смотрите давайте ответим на этот вопрос новый интернет проект был заблокирован спустя 22 дней существования как вы думаете было такое не было трое голосует что было такое вы правильно голосуете и вы наверняка а может быть и не наверняка но есть такой портал точнее он сейчас есть но сейчас найти ротель . кизес такой портал который занимается расследовательской журналистикой и буквально вот его недавно только разблокировали случилось это так что сайт только открыли но 5 декабря его только открыли а 27 декабря он стал недоступен пользователям и пришлось хорошенько потрудиться чтобы этот сайт разблокировать и не совсем было понятно кто его заблокировал потому что эти атаки шли из чикаго но многие например журналисты которые открыли этот сайт они уверяют том что это связано скорее всего контентом который предоставлял их сайт то есть это возможно связано именно журналистской деятельностью вот сейчас секунду тоже по такому же принципу по такому же принципу я тут выбираю картинку и это все сумбурно и делается над этим можно хорошенько поработать и сделать это более визуально красивее но я хочу объяснить вам целом алгоритм работы здесь смотрите помимо того что вы можете карточки делать я в самом первом самом первом вам показывала помимо того что вы можете делать тесты с вариантами ответа у вас есть еще возможность включить сюда какое-нибудь видео смотрите ну сейчас мы делаем тест это не совсем уместно то есть по моему контенту но если вдруг у вас есть какое-то видео вы можете просто сюда вот взять загрузить у меня к сожалению большому нету на компьютере видео куда бы я могла загрузить но в целом сюда можно например гифки давай просто я вот попробую любую гифку загрузить просто ну то есть видите в плейбазе он так синхронизирован тем что работает через сайте онлайн вы можете через поисковик находить определенные гифки и включать ваши тесты ну то есть сделать ваш тест очень веселым и оригинальным вот тут также например прописать я везде пишу журналисты и например включить какие-то варианты ответов вот но моем тесте это не совсем обязательно поэтому его оставлю так просто чтобы показать вам следующий момент который позволяет плейбаз сделать это добавить такое вот оформление цитаты очень интересно и крутое смотрите просто как пример сейчас возьму любой тест любой вопрос текст покажу вам смотрите например кстати параллельно к вам еще вопрос есть такой как вы думаете могут ли журналисты лишить аккредитации за заданные два вопроса вместо одного во время брифинга как думаете такое возможно есть ли ответы есть честно говоря мне кажется наши коллеги уже во все верят поэтому здесь ответы что да вполне возможно на зерке ответила что в kz это было да это было все верно это случилось во время во время брифинга службе центральной коммуникации когда журналист читали за то что он задал вопрос не один а два и сказали что следующий приход ну то есть журналист лишается аккредитации и что так нельзя делать по новому закону о сми вот смотрите перейдем к демонстрации того что я хочу показать вот как я вам так что показывала вы выбираете вот эту вот ссылочку и можете кого-то процитировать то есть в моем случае я просто беру рандомную цитату то есть рандомный вопрос и просто хочу показать как можно оформить во первых тут можно написать о том кто это сказал например зульфиада это сказала теперь выбрать картинку выбрать выберем любую картинку например ну опять вот это мне не так много картинок сожалению секунду мы видим видите как это очень мне кажется достаточно и визуально красиво смотрится но тут у нас плейбас предлагает и другие варианты например можно оформить это таким образом видите тут можно вставить мою фоточку какую-нибудь ну просто любую например и сейчас секунду ну просто пусть это будет кукуруза ну вот картиночка будет выглядеть так то есть тут можно было могла быть моя фотка здесь написано то что я якобы это сказала и написано что вот это там зульфиа либо мы можем выбрать такой формат то есть я веду к тому что помимо того что вы делаете тесты благодаря плейбаза да ну который изначально вот я вам показывала вы можете оформлять свой материал процессе вот таких вот функций как гивок цитат а также тут есть еще возможность сейчас где-то текстово то есть вы также можете здесь красивого что-то там прописать например возьмем такой вот тест вопрос например был такой вопрос тесте как в ответ на отправленный запрос журналиста попросили не лезть не свое дело да ну вот вы можете тоже вот так вот такой вот то есть тут какой-нибудь цитату какую-нибудь не лезть свое дело ну просто есть не в свое дело и и теперь мы можем посмотреть что из этого выходит то есть превью мы делаем и видим как выходит у нас викторина но я надеюсь вы поняли что первые три вопроса это было действительно викторина остальные это те функции которые есть плейбазе поэтому на них можете не обращать внимание и так вот смотрите мы вводили картинку ввели вот наш заголовок как он выглядит здесь вот под заголовок где вы объясняете что это из игра и зачем ее делаете и тут пошли вопросы то есть вот например я отвечаю было и что в итоге получаю было и тут идет объяснение то есть в принципе вы можете поменять фон сделать его тоже можно по поставить какую-то картинку можно выбрать свет какой-то нейтральный но в целом это будет выглядеть таким образом потом вот такая вот цитатка как это будет выглядеть и вот текст ну это я просто как вариант сделала и это конечно если посидеть хорошенько то будет более визуально красивее сейчас смотрите я хочу показать о том как еще можно поменять есть такая функция вот тут возле вопроса вот такая и у нас сразу меняется видите если изначально вопрос выглядел так что картинка она как фон шла и поверх этого фона был вопрос и предложены ответы то в другом варианте у нас идет картинка под картинкой идет вопрос и под вопросами тут варианты ответов то можно ну то есть это будет выглядеть так сейчас мы делаем превью и посмотрим как это будет выглядеть вы можете писать вопросы уже потому что я сейчас покажу несколько шагов которые вам потребуется и в целом я завершаю вебинар вот смотрите видите мне кажется так даже лучше смотрится и это будет выглядеть так нежели так теперь смотрите вы можете в этом же приложении увидеть как это смотрится на айпаде на айпаде выглядит это вот так видите заранее можно уже увидеть и если что что-то исправить на телефоне например помните я вам вначале говорила о том что вашим тестом можно будет делиться вот видите здесь сразу предлагают разные социальные сети через которые вы можете поделиться полученным продуктом и теперь вот мы все это сохраняем то есть комплит и вот про код который я говорила он вот вот этот вот код копикод и его мы копируем и вставляем учетку редакционную то есть у каждого издания есть своя админка которая позволяет встраивать то есть продукты с различных мультимедийных программ именно по этому коду а так вы можете делиться также ссылками то есть и в целом например отправить вот эту вот ссылку кому-то из друзей и чтобы он просто наглядно увидел и посмотрел то есть не обязательно встраивая в какую-нибудь админку можно делиться и через ссылку вот видите вот такой вот продукт у нас получается и еще плейбазе сейчас я вернусь вот видите нолик стоит то мы можем увидеть сразу когда уже опубликую материал мы можем увидеть сколько человек посмотрели наш тест то есть тут сразу встроенная статистика которая позволяет отслеживать цифры сейчас я покажу на примере других своих тестов и покажу сколько в целом просмотров набирали выглядит ну вот вы можете видеть здесь статистику сейчас я попробую открыть материал сейчас секунду здесь можно быстренько уточняющий вопрос он должен быть на сайте опубликован а потом только получается можно поделиться в соц сетях ну да потому что да вы можете как бы посмотреть сами да как это будет выглядеть но есть такая проблема что когда вы делитесь ссылкой у она может не открыться вот лучше всего если она будет встроена на сайте и таким образом это будет ну то есть даст залог того что он будет открываться и работать потому что когда вы делитесь просто ссылкой то есть риск что она перестанет работать неоднократно было так что я отправляла ссылку и потом она почему-то не открывалась лучше всего когда она встроена в определенную админку вот смотрите хочу показать о том как оформляла вот полноценный материал рассказывал о том что такое насилие в семье ну то есть о бытовом насилии было сказано очень много и надо было осветить эту тему потому что она очень актуальна но подать ее как раз таки не банально и тогда я как раз таки решила подать это через плейбас то есть вот говорила помните про фоточку процитатку и вот таким образом то есть выглядит и вот мифы и факты бытовом насилии например домашнее насилие не преступление а просто скандал семейное дело котором не принято вмешиваться то есть это такой миф существует то что не надо например в этом вмешиваться а когда нажимаешь на то есть вот этот вот флип карточку то видим что оказывается домашнее насилие это уголовно наказуемое преступление то есть опять таки читатель видя вот эту вот викторину он задерживается играет и что-то для себя познает новое они читают очередную статью о бытовом насилии вот тут также затронут вопросы законодательстве и вот таким вот образом можно тоже подать кажется очень интересно и вроде так кратко ясно понятно и в то же время визуально красиво например подтвердите тут нажимаешь это то что жертва не виновата и обязательно в порядке например есть тут куда звонить при куда обращаться и здесь вот рабочие ссылки на которые вы нажимаете и они сразу передают на тот сайт с которого через который можно обратиться за необходимой информацией то есть это прям наглядная такая работа которая позволяет действительно найти для себя что-то полезное не просто прочитать текст в целом я подхожу уже к завершению вроде вопросов нет вас здесь благодарят спасибо за интересный вебинар все пишут спасибо было очень классно спасибо что пришли надеюсь было очень полезно понятно если что я открыта к обратной связи нет она и Продолжение следует...